95% всей нашей жизни проходит по программам, которые мы усваиваем в первые 7 лет нашей жизни. Вот почему бедные остаются бедными, а богатые остаются богатыми. Каждый человек в первые 7 лет жизни впитывает базовую информацию. Мозг ребенка младше 7 лет находится на более низкой частоте колебаний. И если подключить электроэнцефалограф к голове ребенка и начать считывать активность мозга, то можно увидеть, что вибрации мозга ниже, чем у сознания. Эти колебания зовутся тета-волнами. Тета — это своего рода воображение. Это то, как дети устраивают чаепитие с пирогами из грязи, но для них это все реально. Ребенок катается на метле, а для него это лошадь. Все это тета-воображение. Тета — это также гипноз. Прежде чем вы повзрослеете и сможете осознавать происходящее, в первые 7 лет, как под гипнозом вас закачают основные модели поведения. И потом уже на основе этих базовых программ вы самостоятельно будете делать вывод и действовать. Вот почему тета — это гипноз. Вы как под гипнозом наблюдаете и впитываете окружающую информацию. Вы наблюдаете за своими родителями, братьями, сестрами и перенимаете их привычки. В нашем обществе существуют тысячи правил. И чтобы быть полноценным членом семьи и общества в целом, человеку нужно соблюдать правила. Не обязательно обучать ребенка всем этим правилам. В первые 7 лет дети просто наблюдают за всем и скачивают себе информацию. Это все не новое. Роберт Киосаки уже писал об этом. По сути, если вы из бедной семьи и у вас нет примера из богатой семьи, то вы всю жизнь можете пытаться разбогатеть, но у вас ничего не получится. А если вы из богатой семьи, вы можете всю свою жизнь никуда не стремиться и при этом добиться успеха. Но не потому, что вы сами дошли до этого, а потому, что это поведение было вложено вам в голову от ваших богатых родителей. Дети богатых родителей бессознательно делают шаги, способствующие богатству. Они не напрягаются и не задумываются об этом. То же самое и с детьми из бедных семей. У бедных людей укоренились убеждения от их бедных родителей. Мы не можем себе этого позволить. Жизнь — это борьба. Все дается тяжело. Кем ты себя возомнил? Если у вас такая программа, то 95% времени вы будете культивировать в себе бедность. Вот почему бедные остаются бедными, а богатые — богатыми. Все дело в ваших жизненных установках. Вы знали, что в 95% случаев мы действуем на подсознательном уровне. И только в 5% случаев мы проявляем осознанность. Представляете, всего в 5%. Получается, ваша жизнь как бы сама проживается, даже если вы думаете, что живете своей жизнью. Именно. Вы так привыкли к этому, что даже не задумываетесь об этом. Иезуиты об этом говорили еще 400 лет назад, но их никто не слушал. Они говорили, дайте мне ребенка, пока ему не исполнится 7 лет, и я сделаю из него мужчину. Представляете, они это понимали еще 400 лет назад. Они знали, что 7-летний период программирования влияет на всю остальную жизнь. Просто посмотрите на свою жизнь. На то, как вы живете и что в нее входит. Это все из-за программы, которую вы установили в детстве. Но как установить новую программу? Вы много читаете об этом, много смотрите, но ничего не работает. В отсознательный ум вы можете перепрограммировать таким способом. Прочтите книгу по саморазвитию, сходите на семинар, и вы уже будете мыслить по-другому. Но с подсознанием так не сработает. Подсознание можно перепрограммировать только двумя способами. Первый. Это установка программ через тета-волны, которые доступны вам в детском возрасте, либо в состоянии медитации. И второй. Постоянная практика. Вы не научитесь водить автомобиль, смотря об этом видео, либо изучая теорию. Вы должны практиковаться в вождении. Вы хотите выучить таблицу умножения? Повторяйте ее столько раз, пока не запомните. И как только вы ее выучите, она отложится у вас в подсознании. Итак, две вещи, с помощью которых можно программировать свое подсознание. Тета-состояние мозга и повторение. Мне нравится второе. Есть одна фраза, которую я очень люблю. Притворяйся, пока это не станет правдой. Она вам подходит, если вы несчастный человек. Вы хотите быть счастливым? Значит, все время повторяйте. Я счастлив, я счастлив. Но от этого вы не выглядите счастливым. Вы повторяете это не себе, а своему подсознанию. И если оно будет получать новые установки чаще, чем воспроизводить старые, начнется перепрограммирование. А как только подсознание это усвоит, вам уже не нужно будет это повторять. Вы будете вести себя как счастливый человек. Вот почему люди делают аффирмации, ведут дневники и благодарности и тому подобное. Совершенно верно. Секрет в ежедневном повторении. А повторение формирует привычку. Это должно войти в привычку. Привычки формируют характер, а он — судьбу. Поэтому, чтобы успешно установить новую программу, вы должны повторять что-то до тех пор, пока это не станет правдой. Я из бедной семьи и смог перепрограммировать свое подсознание. Раньше я много раз пробовал первый способ. Настраивать свой мозг на тета-чистоту. Это жесть как сложно. Все эти медитации требуют усидчивости, концентрации, расслабления и очищения. А когда тебе нужно думать, как платить в следующем месяце за квартиру, и голова полна новых идей, усидеть на месте нереально. Поэтому я выбрал другой путь. Аффирмации. Уже больше четырех лет я ежедневно программирую свое подсознание на счастье, здоровье, любовь и успех. Я каждый день повторяю своему подсознанию. Я счастлив, я здоров, я богат, я любим, я себе нравлюсь. И собираюсь делать это всю жизнь. В этом великая сила. Раньше я еще повторял фразу «Я миллионер». В 2016 году, когда мне негде было жить, я зарабатывал 30 долларов в месяц. Это звучало смешно, но подсознание усвоило новую программу, которая начала генерировать правильные действия. А я продолжал повторять это до тех пор, пока это не стало правдой. Я, конечно же, как и все, сомневался в этой затее с аффирмациями. Я понимал, что это может не сработать. Но также я понимал, что если этого не делать, тогда это точно не сработает. И в конце концов, что я терял? Пять минут времени в день? Просто смешно. Так что я не понимаю людей, которые говорят, что это бессмысленно. Бессмысленно — это делать все то же самое, что и всегда, надеясь на другой результат. Вот это по-настоящему бессмысленно. Инстардинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова